Так вот, я могу поменять свою жизнь. Или, допустим, вот сейчас у нас, допустим, вот тут бедлам такой нет работы, нет смысла, поеду за границу. Там работаю. Что есть в этом случае? Я считаю, что вот это место, которое мне отмерено, мне не подходит. И я пойду в другое место, где будет мне лучше. Но дело в том, что вот это место, которое мне отмерено, оно очень интересно тем, что в этом месте, по моей мере, мне отмерено, здесь больше всего сил находится у меня. Если я выхожу из этого пространства, я теряю эти силы. А, соответственно, дальше, получается, я прихожу на это место, которое, по идее, вот я смотрел, оно там все лучше. А мне там тяжелее и хуже. Сил-то у меня нет. А как же движение вперед? А как же рост? А движение вперед и движение рост, оно немножко другом заключается. Для того, чтобы ты получил, то есть больше, это не лучше, больше зачастую не по силам. Это точно так же, как каждый, кто, допустим, сейчас каждый скажет, хочу быть начальником, хочу быть мировой город, хочу быть президентом. Хотеть ты можешь, но соответствуешь ли ты сегодня этому или нет? Не будешь ли ты битым? Выбрали президента, теперь он не знает, что с этим делать. Хоть колется там, нюхает и так далее, что просто как бы теперь один пил, второй наркоман. Вот. То есть смысл не в этом. Ну почему? Потому что пошли туда, на что они сил не хватают. Так вот, если ты хочешь быть больше, надо самому стать больше. Смысл какой, что? Когда мы предъявляем, высказываем недовольство, обвиняя при этом мир, начальников, других людей, обстоятельства, то тем самым мы высказываем недовольство. То есть мы тем самым говорим, я заслуживаю большего. Мы возвышаемся, и мир сразу нас понизит настолько, насколько мы возвышаемся. Так, что мало не покажется. А если мы понимаем, что проблема тут у нас, и если я хочу больше, то я должен стать больше, я должен стать совершеннее. Проблема во мне, то, соответственно, я буду расти, и мир моя будет тоже возрастать. То есть причину видеть не в мире и вокруг себя, а в себе. Мы об этом всегда говорим. Изменить сам, изменится на других. Изменится мир вокруг тебя. А у нас же все хотят менять мир. Хорошо, например, ты родился со своей какой-то мерой. И ты, допустим, может быть, недоволен этой мерой. То есть это тебя... Вот как только ты недоволен своей мерой, слово «недоволен». Кстати, очень интересно, мы часто говорим «недоволен». Посмотрите, что такое. Видите, у вас не хватает воли. Когда вы? Недоволен. Поэтому учитывайте недоволен. Какое чувство сподвигает росту меры? Ну, мера, что-то, знаете, порасти? Конечно. Не нужно на одном уровне. Ну, желание двигаться, совершенствоваться вот туда, к человеку Богу. Это естественное желание. Это в нас заложено движение. Но сначала, помните, я же сказал, принять меру, смириться. То есть именно не с мером смириться, а меру. То есть принять, что это данность. Да, это данные основания. Это точно так же, то есть, кто проходил семинар по измененке, помните, мы когда о любви говорили. Это что же самое. То есть пока мы не принимаем вот те, то есть да, это данность, как да, вот у меня такие условия. Вот так, да, я согласен. Только как мы не принимаем себя, мы не можем ничего. Это как некая почва под ногами, от которой мы потом можем двигаться. То есть наша мера сегодня, это та отправная точка в небеса. Не приняв ее, мы не сможем двигаться. Мы не будем крутиться, а как мяковая в полыне, да, отходы. Приняв, мы понимаем, вот мы здесь. Это хорошо. Значит, теперь мне понятно, куда мне двигаться дальше. И что мне для этого нужно? Какими качествами, какими знаниями и возможностями я должен обладать, чтобы получить желание. И если я буду обладать этими качествами, то мир сам мне предложит новые возможности. Новые, как бы, для реализации моих способностей. И я буду соответствовать в этом случае. И значит, все будет по мере. Меру я в этом случае не нарушу. То есть она будет постепенно разрастать? Вместе со мной. В том-то и дело, нельзя отказываться от своей мечты, от своих планов и так далее. Предавать себя нельзя. Опускать руки. Нет. Но просто нужно понимать, что зачастую мы или всегда виним других. Кто-то другой сделал не так. Кто-то меня подрезал. Кто-то это еще. Мы не воспринимаем события окружающего мира, как некие уроки, проверки на нашу зрелку. Помните, сказку в Владе. Там ведь старуха хотела. И там бой, и там бой, и там бой, и там бой. В результате оказалось опять разбитого корыта. Вот так, кстати, жизнь всех тех, кто хочет сверхмерный. Потом хочет, хочет, хочет. Потом бац. И оказался еще хуже, чем он ничего начинал. Если он все-таки сверхмерный. Ну что, бывает такое. И даже человеку, бывает так, что у него обстоятельства складываются в другое место. И он попал на это место. Он ведь попал. И ему тоже можно сказать, ну место, это же мне для чего-то тоже предназначено, раз я на нем не нахожусь теперь. Но на этом месте еще испытаний будет гораздо больше. И ему в сто раз труднее. Поэтому с мерой здесь все, как бы, не очень так просто. И самое главное, что не благо надо в жизни искать, а меры. Потому что мера в этом случае приравнивается к воле Божьей. И поэтому у казаковых родителей была такая молитва. Дай Боже, чтобы моя воля Твою не превозмогла. Ну чтобы не нарушить меру. Нужно помнить, я говорю, чего не хочешь себе, не желай и не делай другому. Иначе меру можно нарушить. Поэтому прежде чем что-то подумать, надо хорошо-хорошо подумать. Что-то не думать. Такого не думать. Не подумать. Вот. И еще. Все-таки, а как же не нарушить меру? Вот для этого есть нам-то на ссор. Это совесть. Глаз Божий. То есть, совесть это основной наставник, обучающий нас, как нужно и как не нужно поступать. Совесть нужно учиться слушать. Она просто... Мы не привыкли. Столько шума. Мы живем в постоянном шуме. И поэтому мы ее не слышим. Но она говорит. Она все время говорит. Ну, если мы ее совсем не задавили, не задушили. И она подсказывает. И бывает так, что мы поступаем, и все хвалят. Молодец, хорошо, правильно сделал. А суть говорит. Кидут правду. Она все равно говорит правду. И по поводу совести. Ну, смотрите. Заповедие, которое оставили нам наши предки, вот что говорит о совести. Просто несколько таких моментов. Смотрите. Совесть это высший дар Божьей. От нее не убежишь и не спрячешься. Ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость. За него же она дает страдания. Кто живет по совести, тот человек и безгрешен. Душа у человека и совесть справа черных лет существует. И по их воле человек живет. Душа человека и совесть его только на своей родной земле и могут родиться. Да и жить они только на ней способны. Ежели какой-нибудь человек со своей земли уйдет, курганоклетков своих покинет, тот человек и души своей лишится. Зачем же нужно человеку идти против своей души и своей совести? Ведь они превыше всего на свете. И человек всегда должен беречь их. Разве может кто-нибудь со стороны наполнит радостью и счастье душу человека или своих его? Помните, чадо, что жизнь прожить в радости должно. Ибо она есть всего лишь в них единый. Светлую жизнь в мире яме. Человеку дает его светлая душа и совесть. Все люди душу и совесть почитают. И как может праведный человек по имя чего-либо или кого-либо погубить чистую душу и совесть свою. Ну вот видите, вот о совести говорится о том, что это очень важно. Совесть это совместная весть, весть Богов. А мы зачастую все вопросы решаем разно. Мы можем разно? Да. А вы там сейчас читали, там про землю что-то не сказано. Уйдет с родной земли? Ну, да. А вот фраза родная земля, это в каких пределах как разноливается? Ну, родная земля, это там тяжелые наши предки. Ты имеешь в виду район, область, или дальше, или страна, или еще как-нибудь. Да, да. Ну, здесь каждый сам родной. Просто, знаете, там дед жил в селе, там родители уже переехали в город, теперь я вообще в другой город. Там сын захочет еще куда-то, не дай Бог, там, и дальше. Ну, я тебе объясняю, там, где ты живешь в тех же традициях, в тех условиях, в которых жили твои предки, это называется на той земле, которая полита плотами и кровью твоих предков. Понимаешь, что наши предки, в принципе, большой территорией владельцев, Евразии и так далее. А если он, допустим, ломанется в Америку, в поисках любых людей, то большие вопросы. Или в Европу сейчас. Так какого Европы наших было? И что? Сейчас не наши. Сейчас там другие предки, а мы уже говорим, наши там, ничего там. Нет, ну сейчас там не наши, наших там сейчас нет. Славян там нет практически, кроме сербов, так сказать. Человечески, славянцы, хорбатов. Практически, кроме сербов. Поляки. Да, ну, славян. Да, да, да. В Европе было такое прекрасное, прекрасное штука, которая называлась «Браво пимой брачной ночи». Фильм был такой в свое время, назывался «Храброе сердце» с Ричардом Георгом, главным. И там были такие интересные слова. Значит, король говорит, наша беда в том, что в Шотландии слишком много шотландцев. И если мы не можем их победить, мы должны их выродить. И пора им дать наш старый обычный. Прима, подтягиваем право первой брачной ночи. И если любая девушка выходит замуж на этой земле, наши навестники получат право разделить с ней лужи в первую брачную ночь. И если мы не можем их выжить, мы их выродим. И это право первой брачной ночи. Более 300 лет было во всей Европе. Вопросы нужно еще задавать. Я понимаю, что эту группу раньше называлась «Винье», и жили там славяне. Но это было давно. А Польша – это отдельная тема вообще. Поговорите с поляками. Считайте, а не себя поляками. Просто так. Поэтому это спорный вопрос. Но смысл какой? Еще раз говорю, есть наша земля, на которой мы равнялись. Если мы и в поисках лучшей доли ищем где-то за морем свою судьбу, вот там больше платы, там более востребовано, то тем самым мы лишаемся и души, и совести. Почему есть такое понятие, как ностальгия? Присутствуют все мигранты просто ностальгии. Вот хоть приехать, хоть чуть-чуть, хоть хоть с земли взять. Есть же это. Почему это присутствует? Если бы этого не было, не было, то мы вообще разговариваем на эту тему. Ну согласен. Это же есть? Или я придумал? Есть. Значит, это все не зря. Просто там сложнее. И даже, и вот так говорить, вот как бы ни было, но вот здесь люди славянские, они, можно сказать, все равно же им больше по согласию. А вот в Европе уже больше по расчету. Ну, больше логика. Согласен? Ну, все это говорят. Просто-напросто и наши приезжают туда, у них есть выбор. Либо стать изгоями, и общество отторгет. Либо стать такими, как там же, для того, чтобы ассимилироваться. Тем более, вся западная культура, абсолютно вся, настроена на ассимиляцию, на растворение внутри и создание некой общей массы. В то время, как славянская культура, она как раз вся создана для другого. Она все малые народы, ни один малый народ не пропал здесь. А наоборот, все малые народы возродились, даже исчезали. Получили письменность, культуру свою, язык свой получили. То есть, получили то, чего даже у них не было. Их предки живут до сих пор. А в Европе все, которые народы там были, их там нет, они стали просто одним народом. Это касается всей Америки, Европы, тут Запад, все. Да все, даже Китай тоже. Все страны так рассчитывают. На такую культуру. И только у нас тут другая другая. Потому что у нас еще есть такое понятие, как совесть. Совесть даже в многих языках нет такого слова. Ну просто не видно такого понятия. А что это? А мы, допустим, каждому скажем, откуда мы-то знаем, что это такое. Пусть даже нам никогда не говорили, но мы почему-то внутри знаем, что это такое. Хотя и не все с ней хорошо и удобно. Потому что мы все, опять же, сейчас мы и из нас стремятся в Европу. А там надо забыть что-то такое. Ну они же там живут когда-то из-за этого. Пусть там какие-то непонятными браками, непонятно кто с кем. И уже не живут, а вымирают. Ну так задача выполняем. Чтобы у нас было тут полмиллиарда населения. Ключи в этом, да-да-да. А так все не совсем. И еще один момент. Есть такое понятие, как ложь. Ну посмотрите. Есть совершенство и несовершенство. Вот несовершенство, это как, вернее, любое нарушение закона, это несовершенство. А несовершенство это обман, это ложь. И поэтому сама ложь искривляет душу, искривляет жизнь. То есть по большому счету, ну мы об этом сразу же говорили, что помните, что если мы нарушаем договор, мы предаем себя, мы стоим под лицом, то жизнь идет мимо. И точно так же искривление, если мы лжем, говорим неправду. Себе и другим. Мы теряем силы, то врачим, то в жизнь. Врачим в себя. И очень четко это касается казачьего спаса. Весь казачий спас, это работа с образом. И если ты не соответствуешь своими мыслями и своими словами и поступками той сути, которая тебе есть, то твои образы будут ущербны. А соответственно они работать не будут. И только искренность создает реальные образы, живые. Не зря два казаков-характерников сколько льет ходят, что, допустим, как Мамай взял, нарисовал шмеля, он сидит полетел. Их назвали художник. Художник это, в смысле, ху, это вдохнуть, душа, жизнь, то есть душу. Вдохнуть жизнь, душу. То есть так же, как Степан Разин в постройке нарисовал лодку, говорит, садись со мной сюда. Только сели они, плывала вода, и лодка ушла, и над человеком с ним ушло, и вся строга. Тут легенды ходят, но в легендах есть какая-то доля правды, все равно. Имеется в виду, что если мы не соответствуем тому, что о себе заявляют, и это касается в отношениях особенно, если мы допускаем ложь, значит мы лишаемся силы. А без сил мы, честно говоря, никто. Ведь все, что мы можем сделать, это силы. Мы вообще-то в этом мире еще пришли для того, чтобы ловить силы. Молодцы за силой. И чем больше мы силы можем поймать, тем больше возможностей можем обладать. Тем больше можем добиться, больше совершенствоваться и так далее. Ведь это же интересно. ну вы видели тонкие работы, когда все получается, все без контакта, все это интересно, как оно получается? Всего лишь образа. Кому-то легко не дается, кому-то нет. Насколько мы, почему есть же правда, а искренно. Искрепление. То есть то в жизни дает и зло. И там, где он дает и зло, там мы уязвимы. Субтитры создавал DimaTorzok